Всем привет, это походу, по словам разработчиков, самая сложная игра в мире, как они говорили. Мне, лично мне, да, они сказали, что вряд ли кто-то сможет пройти, поэтому мы даём её тебе, пожалуйста, справься с ней. Честно сказать, я не знаю, что она себя представляет, точнее, я немного в этом, ну, скажем... Я думал, что она одно представляет, а когда включила её, то оказалось, что она немного другое себе представляет. Мы даже не нажмём, есть рестарт, это игра за витнес, и, как мы видим, я не знаю, что с разрешением, неважно. В общем, мы на каком-то заброшенном острове, мы бежим, это супер логическая игра, и здесь нам подсказка. Нажимаем LKM, нажимаем LKM, далее вот, нажимаем, и всё, мы пошли на следующий уровень. То есть всё так просто, казалось бы, да? А вот, что я ещё хотел сказать? Не знаю, будет ли всю игру вот эта вот штука быть, как чё я сказал, сам не понял. В общем, не знаю, что из себя будет представлять игра в дальнейшем. Может быть, вот эта вот разгадка, такие вот разгадки нам будут постоянно встречаться. Но если так будет, то это будет немного не очень круто, скажем. Хорошо, мы выбираемся наружу. Я поиграю немножко, здесь какой-то интересный такой ландшафт, низкополигональный, low-poly называется, я так понимаю, да? Да, в таком стиле сделана игра. И когда я её видел, от нас даже тень есть. Офигеть. Да даже ни в какой игре нету... А, нет, тень есть. Ну ладно, в общем, игра выполнена в таком... Ландшафт, везде вокруг нас есть. Такие кустарнички, штучки. Я думал, что для того, чтобы проходить эту игру, нужно просто-напросто что-то передвигать, что-то думать. Например, ой, какое синее дерево, дай-ка я его... Дай-ка я что-нибудь с ним сделаю. Даже тут можно что-то делать. Ну ладно. А нам, оказывается, вот что, видите? Ну давайте поиграем немножечко. Посмотрим, что из этого выйдет. Вот, пожалуйста, наш очередной лабиринт. Хоба! Нам нужно добраться до финиша, я так понимаю. Пошло питание. Куда-то непонятно куда. Мы даже есть анимация бега. Ну-ка. Да, прикольно. Но я больше люблю играть за несуществующих персонажей, не за людей. Куда-то пошло сюда. Да, да, питание. Вот оно. Вот здесь теперь. И разработчики говорят, что эта игра якобы непроходима. Есть настолько сложные головоломки будут, что просто без подсказок, без читов, без видео на ютубе никто не сможет её пройти. Ну, в смысле, не подсматривая. И даже не у кого будет, мол, подсматривать. Настолько она сложная. Да, ну, мне кажется, я не... Ну, это жёстко, вот то, что я сейчас вижу. Так, ну что, будем думать. Назад можно возвращаться. Я управляю мышкой. Курсором, как бы. Вот. Может быть, это только первый уровень. Сейчас такое задание. В дальнейшем будут задания меняться. Ну, пока я ничего сложного не вижу. Так. Здесь открылась первая штучка. Но мы не сможем пройти, как вы видите. Поэтому нам нужно идти искать другие способы открыть заслонки эти. Это хреновина идёт туда, поэтому прыгать здесь нельзя. А вот тут что-то какая-то жопа, я так понимаю. В общем, выбираем любую из этих левую или правую ячейку и двигаем. Двигаем, двигаем куда-нибудь. Что я сделала, сам не понял. Ладно, вот, всё нормально. Вот такая вот задница у нас получилась. Так, идём дальше. Так, открылась вторая заслонка, а вот третью я не знаю. Так, я думал, это вода. Но видите, камешки в каком-то хаотичном, ну, непонятном порядке разложены. Ну, давайте и дальше. Сходим сюда, глянем, что тут у нас. Непонятно, немного ускоряется персонаж. Он как-то сначала медленно бежит, а потом как рванёт, вообще как втопит. Так, ну чё? В две точки нужно, я не понял, или в чём прикол? Подожди. Или в одну из? Ну, как говорится... А, ага, понял, понял. Нужно в две точки. Отсюда тоже, да? А, теперь вторую включить. Всё ясно. Как говорится, лабиринты... Бесполезная игра та, которая, ну, знаете, лабиринты от первого лица. Это бесполезная игра. Потому что это просто угад, ну, угад. А как-то сверху, мне кажется, более интересно играть. Всё-таки ты видишь что-то, ты можешь подумать логически. А внизу ты просто, ну, угад. Вот видите, вот первая жопа, смотрите. Видите, один шланг загорается. А, подождите, второй-то нам и не нужен, наверное. Всё, вот они, три шланга загорелись. Всё, мы идём сюда. Вот, чё-то непонятное. Не знаю, может, её всю заполнить нужно? А, нет. Запомните вот этот вот жёлтый символ, который мы только что нарисовали. Московское метро. На всякий случай, а то вдруг... Ну, видите, я думал, задания будут связаны как-то вот с этими пейзажами. Интересными. Так. Ну, низкополигональный... Как это назвать-то? Какая-то дверь. Низкополигональный мир. Блин, в любом случае, если я нажимаю ЛКМ, я могу тыкать этой кнопочкой. Интересно, интересно, что у нас ждёт дальше. Блин, вы посмотрите, у меня эта игра FPS проседает. Я в шоке вообще. Чё тут, чему тут проседать? Ну, может быть, яркий контрастный мир? Ну, хотя он его знает. Так. Игра с минимальным количеством настроек. Вот это жопа начинается. А, подожди. Или не жопа? Ну, всё, жопа начинается. Я сразу говорю, я не уверен, что пройду эту игру. Что тут делать, я немного не понимаю. Может быть, надо как-нибудь успеть? Нет? Может быть, чпоньк? Опа. Чё произошло? Может, реально успеть? Нет, не надо успевать. Ладно. Пойдём дальше. Не знаю, не знаю. Подсказок ни хрену вообще. Ни хрена нет. Ни к хрену подсказки. Такой достаточно приятный для глаз вроде бы мир. Ну, может быть, немного контрастный. Ну, фиг знает. Итак, давайте. Сделаем сначала вот... А это что такое? Ага. Может быть... А-а-а! Вот оно чё, Михалыч-то? Ё-парасете. Понятно. Короче, надо через эти все точки пройти. А, вот тебе и жопа. Смотрите-ка, я понял, понял, понял. Всё, понял. Вот. Нет, жопа. Так, жопа, жопа. Во, вот так. Вот это тема. Всё. Нужно задействовать эти все грёбаные точки. Ну, ничего, я прошёл 100 дурс. Игру 100 дверей. Ну, правда, не сам. Ну, не совсем, да. Ну, не важно. Так. Надо, кстати, залить, может быть, как-нибудь на канал. Т-т-т-т-т-т. Чё делать-то я не пойму. Сейчас, секунду. Угу. Так. Всё нормально записывается. Так. Что тут предпринять-то, я даже не знаю. Ё-моё. Чё-то как-то всё просто, а я туплю. Ну-ка, давайте думать. Тут думать-то и не надо. В натуре. Всё в натуре. Может быть, как-нибудь... Может быть, как-нибудь... Довольно, достаточно, мне кажется. Ну, что, что тут можно сделать? Я туплю, да. Я понимаю. Что-то я не то делаю. Ну, что? Ну, что? Я не понимаю. Как это говно пройти? Так, сосредоточься. Я должен сосредоточиться. Попробовать все варианты. Твою дивизию! Вот. Всё. Я даже не сосредотачивался. Ну, всё. Ага. Вот оно. Вот оно как. Вот это самое сложное. Когда выход рядом, но хрен там, как говорится. Так. А вот эти две штуки меня смущают. Почему их две? До этого была всего одна. Что бы это значило? А вот фиг знает. Что это может значить? Не знаю, не знаю. Может быть... Может быть, через них как-то можно проходить? Не, нихрена. Нихрена нельзя проходить. Ну, тут тоже всё просто, в принципе. Не знаю. Может быть... Может быть, может быть... Может быть, так, раз... Нет, не так. Так тоже нет. Не то. Чё-то всё не то. Не то, друзья. Не то, не то. Опять какая-то заваруха. Какая-то билиберда у нас получается. Меня, точнее. Никак. Понятно. Ну, вот они мне даже мигали. Ладно. Эта игра вообще, да, предназначена... Думать можно бесконечно. Поэтому записывать, записывать это... Я думаю, можно после того, как я пройду, например, уровень... И начну записывать. Потому что думать я могу и долго. Минут 15 над одной головоломкой. Ладно, давайте-то сосредоточимся. Так. Вероятность какова? Сюда. 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 Нет. Походу, не подойдёт. Тоже. Видите? Сюда никак. Нам, видимо, дают два варианта. Как пройти? Сейчас я испробую все. Значит, сюда. Смотрите. Сюда не вариант. Так. Соответственно, нам нужно начать отсюда. В любом случае. Может быть, даже вот так как-нибудь. Да? Всё. Вот тебе и конец. Всё очень просто. Я не знаю, почему так бывает. Ну, тут можно даже вероятностью. Вероятностью проходимости уровня. То есть, сюда пошёл, не получилось. Сюда пошёл, получилось. Так получается. Но это пока слабые лабиринты. Будут наверняка сложнее. Не наверняка, а точно. Всё. Легко. Крутяк. А чё теперь? А чё теперь-то реально? Зачем я это сделал? Ну, допустим. Хорошо. Я не знаю. Что-то произошло, наверное. Ну, давайте. Тут вообще сохраняться можно, блин? Старт, лод, эгейм, сеттинг. Может, F5? Нет? Ну, не знаю. Так, чё это такое? Вот это я так и не понял. Чё тут делать? Может быть, как-нибудь... А, типа их нужно соединить, что ли? Я не понимаю. Подожди, подожди. А чё тут сделать-то надо? Может быть... Не догоняй, не догоняй. Всё, хоры мигать. А чё он мигает-то? Я вот это задание не очень понял. Чё тут делать-то? Смотри, тут никак вообще не... Так, каково вообще... Может быть... А, блях. Вы чё, офигели, что ли? Типа пополам их, что ли, разделить? А, ну ё-моё. Тут он немного жопошли. А, всё, я понял. Надо их разделить. Ну, всё, легко. Тут-то объяс... Ну да, объяснения тут не нужны, потому что это было бы слишком просто. Если бы тут ещё и объяснения были, это было бы... А, да, точно. Вот это вот, это да, вот это вот, да. Вот это немного жопошно уже становится. Так, а что тут можно сделать-то? Я даже не знаю. Может быть, как-нибудь... Чпонько? Нифига. Ну, так, хорошо. Сейчас надо что-нибудь... Сообразить как-нибудь. Нет. А, смотрите-ка. Даже одна, одна лишняя получилась. Интересно. Я-то думал, вообще всё фигово. А он, вон чё оно. Не, ну, начинать надо вот отсюда, сюда. И вот тут что-то надо предпринять. А вот что я, честно говоря, не очень понимаю. А, подожди. А, стоп. А, может быть, нужно разделить... Да, нужно отделить только белую. Всё, ништяч... Ништяч... Ништячок. То есть вот так, да? Ну, всё. Нужно отделить только белые от чёрных. Охренеть. Вы чё, ребят? С ума, что ли, посходили? Да не, нормально, несложно. Вот это мне уже нравится. Когда я понимаю, что-то мне нравится. Это всегда так. Знаете, математика там всякая, алгебра. Она говно, когда вы её не понимаете. Куда-то меня занесло. Чувствительность мыши тут. Надо поработать над ней. Точнее, мне её предлагали в самом начале изменять. Да у меня на кнопочке есть, на мышке на самой, есть такая кнопочка, которая разные режимы врубает. Так. Вот тут уже сложнее, смотрите-ка. Так, сейчас мы вернёмся, наверное. Ух ты ж, ёб-парасете. Как-то надо, я не знаю, не знаю, не знаю. Что тут надо такое предпринять? Чё я, чё сложность? В чём сложность? Вот, какой-то пустой квадрат. Вот он подозрительный. Он меня бесит. Он меня уже бесит. Почему он пустой? О, фига. Может, не прорисовался? Не знаю. А, подожди, чё тут сложно? Нет, сложно. Нифигово. А это чё такое вот эти вот мигают? Почему они мигают? Чё, их что ли отделить нужно? Нет, белые нужно отделить. Ну а чё, хрен ли это тут не мигаешь, а? Моргалами. Не догоняю, не догоняю, нифига. Сложно, опять-таки сложно. Хотя, смотрите-ка, может быть, всё не так-то и сложно, реально. Если подумать хорошенько, можно ж... Вот тут чё-то, тут чё-то не получается у меня. Вот тут жопа какая-то. А как его одного-то обернуть? Его в любом случае мы будем пересекаться. Смотрите-ка. А, не, вот тут как-то надо. Может быть, сделать после? Не, после не получится. Ну, задница какая-то. Так, может быть, понятия не имею. Слушайте, какого фига вообще. Вот засранца-то. IQ! Ёптить. Нужно какое-то там, не знаю. Или IQ не нужно. Я не знаю, что для этого нужно. Для этого нужен... Четы нужно вообще для этого. Вот этот меня больше всего квадрат смущает. И опять наверняка всё... А, всё, ответ на поверхности. Ну, блин, ну давай резче, Игоря Мба, чё ты тупишь. Так. Просто нужно, как я говорил... Да, блин, болтовня моя... Меня, моя болтовня сама сбивает с толку, потому что... Вот как я в тот раз сделал? Что-то лёгкое должно быть. А, подожди, может быть... Вот как-нибудь... Вот чпоньку-то. Вот типа того должно быть. Да, но нифига. Может быть... И вот... А, понял, для чего пустые квадраты. А, нет. Ну, они, видите, они ни к чему здесь. От них ничего не будет, если я их не перекрою. Вот это тема. Понятно всё. Ну всё, мы чё-то делаем, но я не понимаю, что. Я надеюсь, тут можно сохраниться. Но в любом случае у меня есть запись. Смотрите, тут открытый мир. А если я в воду упаду? Нельзя, наверное. Пирс какой-то. Не, ну мне это начинает нравиться уже. Мне вообще нравится компьютерная графика. Блин, мир какой-то достаточно такой, вроде нормальный. И особенно вот такая вот своеобразная. Видите? Low poly, низкополигональный графон. Мы отсюда выбирались, да? Но я не хочу туда падать, наверное. Не знаю. Блин. Самое интересное то, что я не знаю, что делать. Мир открытый. Мне надо найти, видимо, какую-то дверь, которая не открывается. И открыть её. Потому что я не вижу, куда мне нужно идти. Вот какая-то закрытая хреновина. Я не знаю. А, вот сейчас мы здесь попробуем кое-что пройти. Здесь тоже какая-то дверь есть. Теперь я знаю, наверное, что с этим делать. Смотрите-ка. Нет, подожди. Надо сделать, наверное... Вот, я так понимаю... Я так понимаю, нужно всё это оградить. Оградить максимально. Давайте уложимся. Да чё ты делаешь? Может быть, это нужно сделать вот так? Так? Не знаю. Чё, нет? А чё не так? Подожди, а если... Ну-ка, давай вот так вот сейчас. А. Я не понимаю, чё не так. Чё происходит не так? Что я делаю не так? Может быть... Нет. Может быть, отсюда чё-нибудь? Ну-ка. Вот с этим уровнем у меня проблемки. Я не очень понимаю, что тут надо делать. Ну ладно, может быть, разберёмся попозже. Так, сейчас мы изучим немного мир. Надеюсь, я говорю, сохраниться можно здесь. Автоматическое, может, сохранение. Чё, упасть, что ли, туда можно? Не, нельзя упасть. Я не могу. Если я не подхожу к каким-то предметам, к краю, там, ещё куда-нибудь, то это значит, что я не могу двигаться туда. Просто вот невидимая стена. Невидимая стена. Блин, какой мир всё-таки тут большой? Наверное. Ну, судя по тому, что я вижу. Я, конечно, понимаю, это вам не какой-нибудь там GTA, ещё что-нибудь там, 5-е. А просто... Это же логическая игра. И значит, чем... Собака запуталась. Чем больше мир, тем сложнее грёбаные задания. Вы посмотрите. Ёп, твою дивизию. Что тут надо делать? Я не знаю. Ну, это тема лёгкая. Короче, тот бункер, точнее, та дверь, которую не смог пройти, скорее всего, там... А, вот оно чё. Скорее всего, там как раз-таки есть бункер какой-то. Куда нужно войти. Нет, спасибо. Не надо. Ну, знаете, вот, действительно, становится интересно. Интересно, интересно лично мне. Мне посрать, как там всем, но мне лично интересно. Опа. Пока что легко. Потом будет, соответственно, уже сложнее. Так, вот отсюда начинаем. А, чё нельзя-то? А, а, вот оно чё, потому что... Ни хрена! А, ну... Ну, на самом деле, это не так сложно. Просто смотреть... Как видите, я не могу влево, вверх, потому что моя правая, вот эта вот копия, она... Ну, там, видите, закрыта. Вот видите, вот, здесь суп справа, справа, смотри, правую. Вот. И почему легко, я вам скажу, потому что... Здесь нельзя, вот, на левой, вправо, а там можно... Короче, просто надо смотреть единый вариант, какой у них есть. И, собственно, это и есть ответ на вопрос. И это очень легко. Пока что это очень легко. Ну, просто надо все возможные варианты перебрать. Чпоньк. Чпоньк, если я пройду эту игру сам, я вообще фигею. Я просто фигею. Вот это уже реально сложнее. Вот они как берут сложностью-то, видали? Вот. Они берут количеством, а не вариантами, скажем. Ну да, они берут количеством вот этих вот ходов гребаных. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Подожди, а в какую? В любую, да, это куда нужно конкретно вставить? Оп, очки! Нежданчик. Это что, хоккейная клюшка? А, нет, это провод. Класс, а что это такое? А зачем мне сюда? Неоновый провод. Ну, сюда спрыгнуть нельзя. Что бы это значило? Но нам нужно... Ааа, стоп, нам же нужно, наверное, с острова выбраться. То есть это остаться в живых, короче. Но мы здесь одни, и благо тут день, меня это радует. Очень классный свет, но это, блин, в синиме, что ли? Я не знаю. Хороший стиль, мне нравится. Вот это сейчас пройдем, наверное. Не может, вырублю игру, не знаю, посмотрим. Но она затягивает достаточно. Не знаю. Сперва, я когда увидел, я думал, что за говно вообще. Но на самом деле, немного даже затягивает. Это как всякие шарики эти тоже. Они вроде бы фигня полная, ничего интересного, но затягивает. Так, сюда, сюда. Ну, тем более, я, может быть, кому-то помогу, если кто-то заинтересуется, пройти. Кто-то посмотрит, мое прохожение скажет, вау, как это круто. Я, пожалуй, поиграю. Что я сделаю-то? Ну, еще надо смотреть, что мы делаем вообще. Я лично иногда даже не понимаю, что мы делаем. Вот, хорошо. Вот я сейчас что-то сделал. Вот еще что-то. Давай. Так, давай. Сейчас. Так, вот это сложнее. Давай сюда. Сюда. Нет, не сюда. Сюда. Жопа, жопа. Так, что тут надо-то? Еще раньше, значит. Во! Вот это тема. Нет, не тема. Фиговая тема, на самом деле. Блин, фиговая тема, я скажу. Ниже. Вот, ништячок. Следующие. Какие-то непомятые, заметили? Начинаем, давайте, вот отсюда. А, посмотрите-ка, соседняя, она вообще вся пустая. Она очень легкая. Ну, правая я имею в виду. Ой, ой, ой. А, вы что, я думал, и починить нужно. Нифига они тут, блин. Расфигачили. Что только не придумают, блин. И такое же бывает с утра иногда, когда встаешь. Такая же хрень перед глазами. Касая. На самом деле, нет. Нужно за проводами смотреть, куда этот провод ведет. Такая штука. Подожди, я это прошел. Уйди, уйди, уйди отсюда. Куда этот провод ведет? Не, я туда не буду вставать в эту лужу. Меня штоком шарахнет. Интересно, интересно. Куда же он поведет? Давайте пойдем по нему. Блин, мне становится интересно в нее играть. Может быть смотреть не так интересно, но... По барабану. По барабану, да, по барабану. Идем сюда. Ага, ну вот тебе и задница первая. А, слушайте. Слушайте, а вот помните те ворота в бункер, которые не смог пройти? Может быть там тоже как-то через них все нужно именно пройти? Через эти... Через эти препятствия. Вот через эти вот точечки. Через белые и черные. Ах ты ж, блин. Что-то тут не... То непонятно. А, нет, все понятно. Смотрим сюда. Нет, ни хрена. А, нет, все понятно. Вот так делаем. Ой. Да блин, надо же так облажаться. Ну ладно, что страшно. А тут мышкой можно играть. Вообще руками... Нет, руками надо ходить. Да и то... Тут как и цифры, так и кнопки, буквы тоже работают. Ну-ка давай. Блин, сколько тут гребаных ходов я... А, смотрите, а он закрыт почему-то. И что? Тут... А, может быть... Нет, он не закрыт. Вот в чем жопа-то. Смотрите-ка. Понял. Все сложнее и сложнее. Они совмещают эти несколько трюков, как видите. То есть нам сейчас, помимо того, что нужно все точки захватить и выйти, нам еще и нужно... У нас еще и копия нашего вот этого курсора сверху, как вы видите. А точки при этом на разных местах. Что же будем делать-то? Я даже не знаю. Ну, наверное, открыть вот эту хреновину нужно, потому что так никак не пройдем. Я просто в этом... Ну, смотрите, так... Ну, никак. Так тоже... Не знаю. Да не, никак. Нельзя. Ну, в общем... Нет, подожди, а как же? А как ее открыть? Провода никакого нет или есть? Наверное, к ней есть провод какой-то. Вот тут вот он. Да, вот тут куча проводов. Блин, ну ладно. Крутяк, конечно, это все. Но... Это можно так добиться. Ладно, давайте я, пожалуй, прервусь. Я сейчас посмотрю, сохранилось ли там все. И, может быть, продолжим как-нибудь в следующей серии. На самом деле, мне очень нравится. Но я в любом случае без вас, может быть, продолжу. Если... Ладно, неважно. Всем, короче, удачи. Всем пока. И, если что, может быть, классная идея, мне кажется, списать это все на... Скажем... На прямом эфире. Мне кажется, интересно так всем вместе разгадывать. Правда, я никогда не записывал прямой эфир. Не знаю, как там все действует. Ну, круто было бы, если бы где-нибудь справа здесь комментарии писались. Типа там, попробуй это, попробуй то. Ну, ладно, давайте. Всем пока.